Ученые-археологи сегодня собрали всех желающих, чтобы показать самые значимые находки летних раскопок. Это была одна из самых многолюдных пресс-конференций, что лишний раз доказывает, интерес к истории по-прежнему высок. Мы видим, что бумага очень хорошо режется. Режется так же, как в лезве. Видите, да? Как здорово получается. Несмотря на то, что возраст этого предмета 20 тысяч лет. И мы видим, как все было порезано вот этим вот самым предметом. На сегодня эти кремниевые орудия – самые древние находки на территории Чувашии. Человеческая стоянка эпохи Палеолит обнаружена в Цивильском районе. И археологи предполагают, что с уходом ледника сюда пришли люди, которые охотились на диких животных. На такие выводы ученых натолкнуло огромное количество нуклеусов. Нуклеусы – это такие большие недостаточно камни, которые в результате филигральной обработки образуются из желобаков. Нуклеусы служат для того, чтобы изготавлять из них орудия путем отщепления. Кроме того, в этом сезоне археологи продолжили работу в Большей Алгашинском городище Шумерлинского района, относящемся к Бронзовому веку, на Синдемиркинском могильнике, где преимущественно встречаются изделия из обработанного железа и на других объектах. Находок очень много, поэтому ученые берут паузу как минимум на год, чтобы обработать полученные материалы. Единственный объект, раскопки на котором будут продолжены – сквер по улице Константина Ивановича в Оксарах. Напомним, осенью здесь началась реконструкция, но строители не согласовали это с археологами, в результате повредили в нескольких местах культурный слой. Ученым пришлось вести спасательные работы. Исследования проводились точечно, но и они принесли интересные результаты. Одна из интереснейших находок – это летая медная икона. Мы знаем, что такие иконы бытовали в XVI, в начале XVII века, но позднее по древним оригиналам делались копии. Они доживали до XIX века. Этот год стал важным для ученых. Была издана археологическая карта Чувашия – результат обобщения многолетних трудов. На ней уже значится несколько тысяч памятников истории. А сколько еще предстоит добавить? Кроме того, с обнаружением какого-либо артефакта, настоящая работа только начинается. Это, во-первых, изучение объектов археологического наследия. В данном случае мы говорим именно мы об этом. Второе – это сохранение объектов археологического наследия и их популяризация. У нас достаточно объектов археологического наследия, однако их нельзя показывать туристам, посетовал Петр Краснов. Средств на консервацию особо интересных объектов не выделяется. И эту проблему нужно как-то решать. Ученые и депутаты Госсовета Чувашии уже запланировали круглый стол по вопросам археологии. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.